Уважаемые друзья, от всей души приветствую всех вас, ведущих ученых и практикующих врачей, организаторов здравоохранения и представителей крупнейших фармацевтических компаний, гостей и оргкомитет Международной конференции неврологов. Сердечно поздравляю участников конференции с открытием в судаке глобального форума, посвященного актуальным вопросам и проблемам в неврологии. Благодатная Крымская земля в 12-й раз гостеприимно встречает авангард медицинской науки, и это не случайно. В недалеком прошлом за Крымом закрепился статус всесоюзной здравницы. Крымский полуостров по праву считается кладовой здоровья, широко известны лечебные факторы его климатических и природных особенностей. Можно сказать, что конференция служит прямым отражением оздоровительной сущности нашего Крыма. Ведь ваша конференция – это перекресток пространства научной мысли, это активатор прогрессивных идей, встреча неравнодушных людей, способных решать актуальные проблемы в современном мире медицинской науке, здравоохранения и фармакологии. Известно, что в конце 20-го века Международный конгресс врачей счел нужным дополнить клятву Гиппократа, написанную 2400 лет назад, единственной фразой – «Клянусь обучаться всю жизнь». Сегодня в этом зале собрались врачи, истинные профессионалы своего дела, стремящиеся к познанию нового, реально оценивающие современное состояние медицины и смело прогнозирующие ее развитие в будущем. И все это делается ради одного – ради здоровья человека, который является не проходящей ценностью, а его охрана первостепенной задачей нашего государства, важнейшим направлением социальной политики страны. Это подтверждает программа «Украина для людей» нашего президента Виктора Федоровича Януковича. Особую признательность хочется высказать в адрес профессора Светланы Михайловны Кузнецовой и членов ее команды, которые взвалили на себя титанический труд по организации этого масштабного форума и сумели привлечь к участию в ней крупнейших ученых в светил медицинской науке в области неврологии из Украины, России, Белоруссии, Молдавии, Франции, Италии, Швейцарии и других стран. Убежден, что ваш форум поможет найти ответы на целый ряд вопросов, стоящих перед здравоохранением, а подготовленные в его ходе рекомендации получат широкое практическое применение в медицине. Ваша конференция проходит в преддверии знаменательного праздника 65-й годовщины Великой Победы. Победы над фашистской Германией. Праздника освобождения всего мира от коричневой чумы. Мне особенно приятно сегодня вспомнить участника Великой Отечественной войны, всемирно известного ученого, академика Владимира Вениаминовича Фролькиса, который стоял у истока проведения первой международной конференции геронтологов и неврологов у нас тут в Судаке. Я горжусь знакомством с этим выдающимся физиологом и геронтологом современности. И хотел бы в память фронтовика, профессора Фролькиса, обратиться к вам с просьбой. Дорогие друзья, ваша профессия и особенно специализация геронтология и неврология как нельзя более близко причастна к сохранению здоровья и продлению жизни оставшихся в живых ветеранов Великой Отечественной войны. Эти люди достояния истории, последние свидетели кровавых злодеяний фашизма. Убедительно прошу вас, будьте предельно внимательны к ним, окружите теплом и заботой, проявите чуткость и понимание. Это в ваших силах. Верю в ваш профессионализм. Пусть в эти дни в Крыму кипят научные баталии. В дискуссиях рождается истина и совершается новое открытие. Пусть ваша работа будет конструктивной и плодотворной. А напряженность и интенсивность лекций, симпозиумов и заседаний скрашивает прекрасная погода и замечательные весенние дни, проведенные вами в одном из чудесных уголков нашего Крыма. Немецкий философ Артур Шопенгауэр утверждал, что 9 десятых нашего счастья зависит от здоровья. Желаю всем участникам и организаторам счастья. Будьте счастливыми и делайте счастливых другими. Желаю вам всем творческих успехов, благородной деятельности по укреплению здоровья людей. Спасибо вам за это.